Здравствуйте, друзья! С вами я, Виктория, и канал Быстрые Блюда. Сегодня я буду готовить торт Красный Бархат. Также его называют Red Velvet. Торт считается очень популярным, и его популярность увеличивается из года в год. Готовится он, не скажу, что просто, свои тонкости приготовления у него есть, но все-таки не очень сложно. Вкус получается очень действительно такой бархатистый. Подойдет такой торт на день рождения, на день Святого Валентина и на любой другой праздник. Для приготовления нам понадобятся яйца, какао, растительное масло, кефир, мука, сахар, экстракт ванили, разрыхлитель, краситель и соль, и сливочное масло. Сначала смешаем все сухие ингредиенты. Через сито просеиваем муку, просеиваем какао, 2 столовые ложки, добавляем разрыхлитель и соль. Хорошо перемешиваем до однородности. Затем размягченное сливочное масло выкладываем в емкость и начинаем взбивать миксером. Постепенно к маслу добавляем сахар. Взбиваем до кремового состояния. Затем поочередно по одному добавляем яйца и взбиваем до однородности, но недолго. Добавляем 2 чайные ложки экстракта ванили и 50 мл растительного масла без запаха. Затем в кефир наливаем краситель и хорошо перемешиваем. Если для вас цвет недостаточно красный, то добавьте еще немного красителя. Сразу скажу, что некоторые готовят красный бархат с разрыхлителем, а некоторые с содой и уксусом. Я готовлю с разрыхлителем, все получается хорошо. Но если же вы хотите приготовить с уксусом и соды, то в рассыпчатый ингредиент добавьте вместо разрыхлителя соду 1 чайную ложку, а в кефир добавить краситель и 1 столовую ложку уксуса. Затем в заранее замешанную яично-сахарную смесь добавляем постепенно, поочередно 2-3 столовые ложки рассыпчатых ингредиентов и немного кефира. И перемешиваем. И так поочередно, постепенно поступаем со всем тестом и со всем кефиром. Тесто готово. Еще один важный момент, который я хотела вам подсказать. Выпекайте коржи не в силиконовых формочках, потому что они такие подвижные, и когда из них вытаскиваешь бисквит, он легко ломается. Запекайте в твердых формочках. И желательно разделить тесто напополам и запекать по отдельности каждый корж. Тесто достаточно на 2 коржа. Я запекала 1 корж, он у меня выпекался 1 час при 180 градусах. Если вы запекаете 2 коржа, то по 30 минут каждый корж при 180 градусах. Запекаем до сухой зубочистки. Бисквит готов, оставляем его остывать. Когда бисквит хорошо остынет, вытаскиваем его из формы. Стараемся не поломать. Он получается очень бархатный и легко ломается. Срезаем шапочку. Срезайте такой не совсем маленький слой, потому что крошка нам понадобится, чтобы украшать в конце торт. Затем я разрезаю бисквит на 2 коржа. Еще кое-что хотела вам подсказать. Остывать бисквит можно положить в холодильник. Затем его будет намного легче разрезать, он будет меньше крошиться. Коржи разрезаны, крошка подготовлена. Теперь приступаем к приготовлению крема. Для крема нам понадобится сливочный сыр типа Филадельфия, сахарная пудра, сливки, экстракт ванили и маскарпоне. В емкость с высокими краями выкладываем 200 грамм маскарпоне, 250 миллилитров сливок, сливки должны быть минимум 30% жирности, 100 грамм сахарной пудры и хорошо перемешиваем сначала ложкой, а затем миксером до загустения и добавляем еще 150 грамм сливочного сыра. Продолжаем взбивать до загустения. Вот такой консистенции должен получиться крем. Все готово. Я выложила первый корж уже на блюдо. На блюдо я положила подложку и также немного бумаги, чтобы не запачкать блюдо. И начинаю собирать тортик. Обильно начинаю смазывать первый корж кремом. Затем сверху накладываю второй корж, немножко прижимаю, но не сильно. И начинаю смазывать торт сверху и по бокам полностью. На моем канале есть другие рецепты тортов, кексов, выпечки. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Так же, как и полное количество ингредиентов. Подписывайтесь на мой канал. У меня рецепты интересные, проверенные. Я стараюсь подбирать оригинальные рецепты. Продолжаем смазывать тортик со всех сторон, как можно ровнее. Но это еще не конечный этап. В последующем мы его поставим в холодильник. И через пару часов можно его еще раз достать. И еще сверху добавить немного крема и выровнять. И опять поставить на пару часов в холодильник. У меня тортик провел целую ночь в холодильнике. Отправляем торт в холодильник минимум на 4-6 часов. Вот тортик у меня простоял всю ночь. Я его достала и выравниваю еще немного со всех сторон. На миксере я сделала себе крошку, хорошенько перемолола. И теперь буду украшать тортик вот таким образом, хорошенько. Везде посыпаю его крошкой. Можно оставить его вот так. Это уже на ваш вкус. Украшайте как хотите. Крошкой можно посыпать полностью весь тортик или частично. Это уже на ваш выбор, на ваше усмотрение. Кому как нравится. Сначала я вот так сделала тортик, посмотрела. Но в итоге посоветовалась с дочкой. Этот торт я готовила на ее день рождения. И она мне сказала, что хочет, чтобы везде был. Он заполнен крошкой. Это ее день рождения. А я заполнила тортик полностью крошкой. Вот такой красивый он у нас получился. Вот, как вы видите, я его разрезаю. Режется он очень легко. Бисквит получается неимоверно бархатный. Белюровый даже, я бы сказала. Торт очень вкусный. Очень хорошо сочетается с этим кремом. Этот рецепт стоит попробовать обязательно. Всем желаю приятного аппетита. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok